Привет, дорогие друзья! Привет, дорогие зрители! Ну и чудо-комментаторы мое отдельное вам здравствуйте! Поговорим о Самвеле Адамяне и маму. Но перед тем, как перейду к обзору, хочу сказать, у меня, ребята, есть второй обзорный канал, где будут обзоры на семью Сытник и семью Адамян. Ссылочку на канал я оставлю в закрепленном комментарии. Кому интересно, переходите, слушайте. Ну и так, вернемся, конечно же, к самому обзору. Значит, звонит Самвел маму по поводу того, что в 10 она уже должна быть у подъезда и возмущается. 9.58, а мама сидит на кровати. Все абсолютно логично, непонятны и неуместны эти, да, возмущения. Почему? Потому что две минуты ей точно хватит дойти от кровати до дверей. Он сказал стоять у дверей, но не сказал, у каких. Мама так это все и восприняла. Сидит, никуда не спешит и не парится. Ну и опять-таки, конечно, вышла мама и началось. Целую ночь не спала. Ребята, я, например, четко вижу объяснение ее бессонницы. По той простой причине, что целый день она спит, отдыхает, да, вот как медведь. В спячку впадает какой-то ступор и попробуй ее разбуди. Ее даже то, что вокруг происходит, никак не тревожит. Танк проедет, а мама будет продолжать спокойно покемона давить. И ночью, естественно, она мониторит весь YouTube, все комментарии, держит, скажем так, руку на пульсе времени. Почему? Потому что днем роликов мало. Она не видит полную картину Самвела, Эдика, Сытников. То есть все не может проконтролировать. Поэтому, конечно же, она ждет прихода ночи, когда уже все за день послевали все ролики. И она беспрепятственно, как сериал, все ночью лежит и все смотрит, скажем так, анализирует, думает, у кого там что происходит. Кстати, удивительно, что она все реже вспоминает об Эдике. Раньше часами слушали, а теперь вот как-то она так скользко упомянет Эдика и все, хватит, до свидания. Почему так стало, непонятно. Скорее всего, обидел мамоньку, плюнул ей в душу своим пренебрежительным отношением к ней. Когда мама упала, он посмел повысить на нее голос. Вот и результат. Маме обиделась. Ну и далее, конечно, ребята, началась вот актерская игра. Вы знаете, это было соло какой-то мамы. Когда вот это началось, я не могу, все болит, наверное, мне уже капец пришел. Наверное, уже моя смерть пришла. Ой, артистка, ребята, и началось. Я бы и тебя освободила, руки бы тебе развязала. Вот реально смеялась голос. Артистка больших и малых. Почему? Потому что все-таки хочет мама, чтобы ее все жалели. Очень ей нравится, когда все вокруг нее суетятся. Но опять-таки, кто эти все, это, конечно, только Самвел. Мне нравится движуха, что за нее все готовят. Готово ей подают. Ну, в общем, бери и наслаждайся. Даже готовить не надо. Зина прибегает, Шострит, Самвел, Шострит, помощница. Ну, в общем, все вокруг нее окружили заботой и вниманием. И, опять-таки, вы знаете, удивительный момент, что мама переживает за то, что Самвел должен за нее переживать. То есть он уезжает куда-то и волнуется. Но мама забывает, что помимо Самвелла у нее есть еще Эдик, Ира и четыре внучки. Вот они тоже должны хоть иногда волноваться. У мамы какая-то позиция, что если Самвел уезжает, она волнуется, чтобы с ней ничего не случилось и не сорвать ему там отпуск или поездку. А почему только Самвеллу? Ну, во-первых, человек тоже имеет право правильно на свое личное пространство и свое личное время. Почему бы этим не озадачить в этот момент Иру, например, которая, по сути, целый день дома. Ту же Диану, которая тоже особо нигде не работает. Вот пусть бы они тоже с маменькой посуетились. Не хотят к ней ездить в гости. Можно на это время забрать маму к себе. А так, интересно и смешно получается, детей вроде трое. Мама кричит, что меня все любят, я всем абсолютно нужна. Ко мне даже приезжают, там, раз в пятилетку. Но это вот все, мама теперь очень долго будет момент вспоминать, что Ира с Дианой к ней приехала. Но почему по факту никто не хочет взять маму в гости к себе? Вот это действительно является показателем, доказательством любви и отношения к ней. Но согласитесь, ребята, не забрать маму к себе на праздники, либо в тот момент, когда уезжает другой брат, который рядом с ней. Ты живешь не так далеко, понимаешь, что мама больной человек с диабетом, которая все равно не соблюдает правильное питание. Можно было на недельку-другую поселить маму у себя, окружить ее заботой, любовью, вниманием. Там и Карина после работы, и Диана рядышком, зятья. Ну, в общем, все, мама в любви, в гармонии, в счастье живет. И главное, в заботе и контроле. Но никто не спешит это делать. И мама сама по факту понимает, что никому она не нужна. Если бы не Самвел и его контент, я даже не думаю, что он бы так же часто навещал и регулярно маму. А здесь позиции ты снимаешь, ты зарабатываешь, будь добр и ухаживать за мамой. Ну и далее, конечно, вышли после обследования. Ничего у мамы не нашли. И прописали только успокоительное, снотворное и витамины. Татьяна Васильевна, как же так? Как они вообще могли, посмели не подтвердить ваши слова о тяжелом состоянии? А уже практически, да, на грани смерти. Вот как они вообще могли так с вами поступить? До сих пор у меня в голове не укладывается, что же нынче за врачи пошли. Маме так нравилось играть роль жертвы, роль умирающего лебедя. Что вот-вот-вот и все, конец мне. А тут бах, и врачи все опровергли. Ну как вот можно было так поступить? Далее, конечно же, Самвел поехал на почту и рассказал, что у Коли задроченная машина. В первую очередь хочется сказать, не нравится Колина, купи свою, катайся, передвигайся, кто мешает или кто не дает. Но согласитесь, как-то странно. Тебе дают машину, и скажи спасибо, что тебе ее дают. Но Самвел почему-то воспринимает это за должное. И возникает вопрос, а Колина ли эта машина? Если Самвел, да, в такие выпады себе позволяет, и в любой момент, когда ему необходимо, получает эту машину. И следующее, что хочется отметить, что, конечно же, виновата не машина, а виноваты ключи в руках дурака. Ну, по крайней мере, так это выглядит для меня. Ну, и далее, конечно, Самвел начал жаловаться, вышел на почту, а люди на него смотрят, дикари какие-то, что звезду не видели. Но первое, что хочется отметить, это как раз люди дикаря увидели. Поэтому и такая реакция. А во-вторых, ну в каком месте Самвел звезда, ребята, вот до сих пор понять не могу. Когда он рассказывает про свой статус или про свою звездность, мне становится смешно. То есть он считает, что если на него подписаны там до полутысячи людей, при этом реальных просмотров до 150 тысяч за ролик, то почему-то все его должны знать и узнавать везде, понимать, что пришла звезда. Ну и далее, ребята, реакция очень интересная была. Идет и оборачивается. То есть такое ощущение, что ему реально стало страшно, он что-то заподозрил. Почему? Потому что, ну вот действительно, такой, знаете, даже взгляд затравленный, запуганный. Боится все-таки он нарваться на людей. Которые смогут ему дать какой-то отпор или какую-то, да, ответку. И конкретно боится мужиков. Он понимает, что женщина, начиная его там избивать будет, нет, максимум нахамить может. А вот мужик может и за трещину дать. И вот по этому ролику очень четко прослеживалась его реальная реакция и страх. Потому что в его понимании какой-то подозрительный мужик, ага, почему он на меня так смотрит. Вдумайтесь. Поэтому те, кто кричат, что Самвел герой, обратите внимание на поведение этого героя. Далее, конечно же, Адамян начал жаловаться. Да, конкретно жаловаться за убытки. Убытки, которые ему приносит театр. Декабрь самый дорогой месяц для блогера. Ребята, это факт, реклама повышенная. А в январе вообще она на максимум падает. Она понижена. Поэтому понятно, что в декабре блогеры стараются максимально работать над контентом для того, чтобы заработать и перекрыть январь, то есть убыточный месяц. Но у Самвела и здесь не лады. Почему? Потому что терпит мальчик убытки. Все из-за театра, гастролей, репетиций и тому подобное. Не может снимать на полную мощь. То есть представьте, не может постоянно трешить с мамой. И все из-за театра. И здесь стоит выбирать либо театр, который приносит 10 тысяч гривен в месяц, либо YouTube, который приносит около 20. Уметь расставлять приоритеты. И вообще вот этот его театр, вот эта игра для меня это просто тешить свое самолюбие, иметь вот этот статус оперного певца, но никак не более того. Потому что я не вижу лично у него никаких талантов, каких-то ярких, да, таких. А для него это вот потешить самолюбие, что я востребован, я оперный певец. Хотя по факту, ну, ребята, действительно, относительно дохода с YouTube, он зарабатывает в театре копейки. Ну и опять-таки дальше началось, да, по поводу книги, которую ему подарили. Он отметил, что он все равно лучше, чем любой Сталик. Ну, конечно, где кулинарный гуру, да, Сталик, по сравнению с Самвелом и его готовкой. Конечно, нервно курит в сторонке. Почему? Потому что так испоганить регулярно продукты, как это делает Самвел, и приготовить хрючево, либо не получилось, выкинул, вылил, с балкона швырнул. Ну, в общем, вы неоднократно видели его вот эти исполнения. Конечно, куда там Сталику. Всем защихнуться до Самвела. Ну и далее он отметил, что у нормальных доразвитых людей, как я, книга – самый лучший подарок. Ну, ребята, у меня возникли сомнения насчет его доразвитости. Конечно, это он, мне кажется, загнул и явно перегнул. Там стоит это подумать насчет доразвитости и как-то доказать документально, что все-таки доразвит. Потому что у меня ощущение, что его десять раз подкинули и споймали в лучшем случае один, когда маленький был. Ну и далее следующая трагедия у Самвела – это, конечно, некуда повесить картину. Ему прислали картину и не может найти места для старой картины. Хочется сказать, отправляй к Эдику. Эдик сказал, терпеть не может пустые стены, поэтому самое место твоим картинам именно у Эдика. Особенно такие, да, выбираясь страдальческие, вот такие какие-нибудь, как у мамы. Помните, был момент, когда с картины девочка выходила, с мамой общалась, ну, какие-нибудь с историей. Вот там устроишь у Эдика дом с привидениями, будет всем счастье. Ну, а в общем, ребята, что хочется сказать. Конечно, Самвел по своей стандартной, да, вот это идет накатанной. Все вокруг дурачки, один он Рубин Гуд. Ну, кстати, странно вот это все выглядит, когда ты кричишь, что все дураки, а я один умный, возникает вопрос, так кто же все-таки умный. Не может быть толпа людей все-таки дураками. Но это, по крайней мере, так выглядит для меня. И вот этот момент, как бедный он жалуется о потере денег, чего ты жалуешься? Не нравится тебе театр? Брось его. А если нравится, сопи в две дырочки. Ну, зачем ты жалуешься постоянно, да, периодически, вернее, что ты недозарабатываешь? Ты блогер, тебе и карты в руки. Почаще маму снимай, повоставляй у нее по дому скрытые камеры, и вот тебе контент. Даже ездить никуда не надо. Включил, скачал, смонтировал, и всем будет счастье. Ну, вот так, ребят, для меня это сегодня выглядело. Продолжение, конечно же, следует. А пока я со всеми прощаюсь. До новых встреч!